Горе Ефрему. Книга пророка Исаии. 28 глава с 1 по 8 стих. Горе венку гордости пьяных Ефремлен, увядшему цветку красивого убранства его, который на вершине тучной долины сраженных вином. Вот, крепкий и сильный у Господа, как ливень с градом и губительный вихрь, как разлившееся наводнение бурных вод силою повергает его на землю. Венок гордости пьяных Ефремлен. И с увядшим цветком красивого убранства его, который на вершине тучной долины, делается то же, что бывает созревшую прежде времени смоквою, которую, как скоро кто увидит, тотчас берет в руку и проглатывает ее. В тот день Господь Саваоф будет великолепным венцем и славную диадемою для остатка народа своего, и духом правосудия для сидящего в судилище, и мужеством для отражающих неприятеля доворот. Но и эти шатаются от вина и сбиваются с пути от секеры. Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков, побеждены вином, обезумели от секеры, в видении ошибаются, в суждении спотыкаются. Ибо все столы, наполнены отвратительной блевотиной, нет чистого места. Размышления. Часть 1. Опьяненные гордостью. Книга пророка Исаии, 28 глава, с 1 по 6 стих. Это первое из шести пророчеств осуждения, которые Исаия произносит против Божьего народа. Пророк провозглашает, что Ефрем, так по-другому называлось Северное Израильское царство, будет наказан за свою гордость. Венок, о котором здесь говорится, является символом царственности. Под ним подразумевается столица страны – Самария. Так как народ забыл своего истинного царя и начал гордиться великолепием своего города, Господь пошлет против него сильного врага, который, подобно ливню с градом, разрушит весь город. А это наказание покажет народу, что даже великий город Самария – не более, чем увядший цветок. И тогда Бог снова займет принадлежащее ему по праву место царя в сердцах своих детей. Глупо гордиться кем-то или чем-то, кроме Бога. Потому что только Он – наш венец. Чем в своей жизни вы гордитесь больше всего? Как Бог смиряет вас, показывая, что только Он – один достоин вашего доверия? Размышления, часть 2. Опьяненные вином. Книга пророка Исаии, 28 глава, 7-8 стихи. Это пророчество также содержит и осуждение пьяных начальников Израиля. Его священники и пророки настолько пьяны, что не способны нормально думать и ходить. Эти люди должны быть представителями Бога. Но, когда Господь пытается с ними говорить, они не могут истолковать видение и принять мудрые решения из-за своего состояния. Вместо того, чтобы быть водимым Богом, они находятся под влиянием вина и секеры. Многое в этом мире может затуманить наш разум, заставляя забыть о Боге. Поэтому Библия часто призывает нас трезвиться, чтобы оставаться чуткими к движению Святого Духа и следовать Его водительству. Вместо того, чтобы позволять алкоголю или наркотикам контролировать вас, наполняйтесь Святым Духом, «Ищите Господа, и пусть Он один будет для вас источником сил, радости и жизни». Молитва. Дорогой Господь, я хочу жить в смирении, надеясь на Тебя, а не на себя. «Ты знаешь, как легко мне начать полагаться на свою мудрость и силу, да поможет мне Дух Святой быть смиренным и полагаться на Тебя». Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok